Всем привет! Мы приехали в Раквере, и Нюша сейчас идёт в кафе, а Риша там уже бронирует нам столик. Вот наш любимый Рохуая. Рохуая, кофеик! Нюша спала, и она мечтала всю свою жизнь, чтобы её разбудили со словами «Ты пойдёшь ням-ням?» Она такая «Да!» Анюта не дожидается кофе и ест мой торт. Я заказала себе кофе и торт. Кофе ещё нет, сейчас и торта не будет. Анюта, тебе вкусно? Да. Да, ну хорошо. Ты кушай, это можно купить. Риша, вкусный? Какой вкуснее? Мой вкуснее? Ягодку. Ты ягодку дал, Анюта? Кто-то ешь ягодку. Она просто хотела попробовать. Я в прошлый раз у неё где-то была... А, вчера в пироге съела такую ягодку. Да. Вот спасибо. Ну вот, нам всё принесли. И Нюша кормит меня батат-фри. У Ариши, как обычно, блины. Ариша, твои блины пришли. Они опять... Они... 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 Они как надо в этот раз. Они... Ариша у нас устает. И в прошлый раз не положили мяту, и она жаловалась. И без мороженого было. И без мороженого было, и без мяты. И она возмущена была. Теперь у тебя двойная мята. А можно съесть твою мяту? Конечно, ешь. Почему ты тогда жаловалась в прошлый раз, когда её не было? Потому что было некрасиво. Вот так. А мы снова на нашей любимой мысе. И Нас тут встречают гости. Мимешечка. Мим. А где твой друг с большими кольцами на голове? Не, у нас что-то по квартире, не знаю. Кто-то. Ариша так любит... Формить этих зайцев травой. Кроликов, кроликов. Кто это? Кто это? Кто это? Это кролик. Ты что не имеешь? Кто это? Что это? Вот какие хорошенькие. Мне кажется, с тех пор, как мы сюда приезжали, они стали больше. Да, больше. Вот это точно было меньше. Когда мы были? Месяц? Или три недели назад? Три, наверное, недели назад. Вот этот товарищ был совсем меньше. Товарищ предлагает кого-нибудь из них взять с собой. Давай вот этого с рогами. Возьмем, он будет у нас траву косить в тойло. О, обижает ее, смотрите, обижает. Не дам я ему ничего, он ее обижает. Фу, какой сексист. Я сегодня не сняла еще свою любимую лошадь, да? Которая не дается гладить. У нас дается. Большая лошадь. Не надо через это перелезать. Большая лошадь. Не надо через это перелезать. Это током тоже бьется. Она меня поняла. Да. Мы в прошлый раз же здесь совсем мало, да, прошлись. Может быть, сегодня пройдем и покажем, что здесь есть. Что они там его обижают? Ну, бараны. А сколько он? Не любят бараны. Не любят бараны. Пони называется. В прошлый раз мы прошли с вами вот туда прямо, а сегодня хотим вот туда повернуть. Анюта. Дима, лови Анюту. Анюта, иди сюда. Да. Надо всех наших барашек направить сначала по правильной дорожке. И мы с вами обойдем пруд. Сегодня у нас еще есть энергия. Так, по траве не ходим. Идем по тропинке. В траве могут быть клещи, змеи и другие звери. Мало ли. Смотрите, как здесь красота. Где мы, а где спокойно. Дима, ты бы лучше поближе к ней шел. Утят. Ой, правда утята. Здесь можно на самом деле много всего интересного увидеть. В прошлый раз вихула мы видели бобра. Утята там вот с уткой. Маленькие учата. Мох. Анюта нашла мох. Вот в том домике кафе. Сейчас мы изучим местную флору фауну. Так. Ну что? Мне нравится снимать, как мы ходим по дорожкам. Потом на видео есть такой эффект присутствия, как мне кажется. Может быть, вам так не кажется тем, кто смотрит. Но я когда пересматриваю, мне кажется, что как будто играешь в компьютерную игру от первого лица. Вы можете слышать, как Дима пытается сдержать Анюту, которая рвется и бежит вперед. Тут что-то булькнуло только что интересное такое. Анюта, да, у нас очень любит активный образ жизни. Небольшой пирс. Не ходите, можно, наверное, там и провалиться. Хотя вид красивый. Вон они те самые утята плывут. А в утят вы посмотрели? В утят. Этих. Дональдаков. Лера у нас сегодня отдыхает в тойло без нас. Если мы Леру не показываем, это не значит, что мы её продали в рабство. Лера с нами эту неделю всё тусила в тойло. И сегодня она отдыхает там одна без нас. Здесь сегодня люди отдыхают. Куда? Итак, тур по природе Эстонии продолжается. Анюта, которая бежала, теперь устала. Теперь её несут. Попробуем на широкий угол заснять наши красоты. И по моим любимым корням, конечно. И вот интересно, откуда все эти корни? От деревьев откуда? Тут же кругом деревья, вот они выползают, их корни, на тропинку. А я думаю, это подземные корни. Да, конечно, они подземные. Вчера у Ариши был праздничный приём у директора, где ей вручили коробку конфет, да, благодарственное письмо родителям и бумагу такую. И бумагу такую, которую подписали все учителя, где благодарили её за хорошую учёбу. Ой, какой мостик! Дима нашёл водопад. Я намазала Аришу маслом гвоздики эфирным ноги. Ей капнуло две капли. И пока комаров нет вокруг неё. Может быть, правда, сегодня их вообще нет? В прошлый раз было много. В джунглях нет комаров. Надеюсь. Надеюсь. Пока есть надежды. Здесь ничего не видно. Из меня, конечно, не очень качественный гид, но я стараюсь рассказывать, что происходит у нас. Тут такие дебри-дебри. Там ещё будет красивый мост. Да, тут такая дичь. Дичь. Это не водопад. Это... Это что-то стекает. Осторожно. Вот твои корни, Ариша, любимая. Посмотри, как они прямо сюда заползли. Это подземные корни. Осторожно. Там впереди должен быть красивый старинный мост. Через речку. Птички поют. Птички растут. Птички растут. Птички растут. Птички растут. Птички растут. Птички растут. Растут зубочистки. Где-то вблизи растут комары. Нам надо будет ещё, наверное, отметить Арише на окончание первого класса. Да. А как ты хочешь отметить? Праздником большим. Хочу пригласить Лидию. Большим праздником мы подошли до беседки. Но туда идти сегодня нельзя. Наверное, она стала опасной. Прохудилась. Нельзя туда идти. Но мы можем вот так её показать. Какая она красивая. Мы идём обратно по другой тропинке. И вот он мостик. Посмотрите, какой он. Прям для фотографий. Изящный такой. Старинный. Мостик. Такая тишина. Ириша что-то увидела. Она воду, наверное, в дырочке увидела. Анюта. Красиво. Красивый мостик, Ариша. Да. Мы собрали ландыши. Смотри за Анютой, папа. Вот такие ландыши. Ландыши. Да, мы немножко. Ландыши. К Анюте вернулось дыхание. Вернулась энергия. А почему туда? Как вы вообще определяете куда? Куда? Красная. Я бы по красной не пошла. Я бы подумала, что красная это как на светофоре. Вот так отличается женская и мужская логика. Папа, пошли вот тут. Мы вообще тут не шли. Мы шли не через мост же. Нам надо просто идти за Нюшей. Ну смотри, здесь интереснее, здесь всякие корни. Красная. Красная. Ну вот, пока я собирала ландыши, все куда-то ушли. Я теперь едва дна. Ай-яй-яй. Как они так быстро все ушли? Скоро мы вам снова расскажем про переезд, про квартиру. Пока не могу ничего точно сказать, но так уже мы наметили прогресс в этом деле. Когда уже сами все порешаем, тогда будем рассказывать. Вот они идут там. Анюта у нас абсолютно неприхотливый ребенок. Она ест то, что находится у мамы в рюкзаке. Морковка? Ну, так морковка. Огурец? Ну, так огурец. Огурец, так огурец. Главное вот с видом красивым, да? И значок. А ты почему не ешь морковку? Я... Мне дали значок. Значок, который разрешает тебе не есть морковку? Нет. Почему не есть морковку? Ночок энергии! Мы покажем вам, как растут шишки. Что-то же мы должны показывать. Вот они такие классные. Посмотрите. Они красные. А потом они станут коричневыми. Посмотрите, какая елка. У нее даже макушки не видно. Вот я не могу ее найти, эту макушку. Лахимовская елка. Мы вернулись в машину, а Ариша... Ой, Анюта. Все еще кушает морковочку. Уже половину сгрызла, да? Молодец. Анюта у нас любит сырые овощи. Огурцы, морковку. Все, что я тушу, она не любит. Правильно. А любимый ее суп, это гороховый суп. Так же, как и мой. Ну, Ариша больше любит чечевичный суп-пюре. А Анюта любит гороховый. Неправда. Правда. Уже не любишь чечевичный суп? Мне нравится гороховый. Гороховый. Ну, хорошо. Значит, теперь тебе нравится гороховый. Мы едем обратно. К бабе. К бабе, да, заедем. Возьмем у нее лук. О! Анюта всегда так удивляется всему. А я вот удивляюсь, почему у нас такие грязные окна. Какой швар. Это заставка смина. Это на конец видео. Не трясите меня. Не трясите меня. Снимаю всякие красивые фоны, а потом все это не видео ставят. К commercирования. eloane. Неправда. Неправда.